Агитация и пропаганда 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 общался. Это были и деятели культуры, и писатели, и так далее. Я понимал, с каждым новым днем, видя, кто приходит этим людям на смену, я понимал, что богатыри не мы, что ушла по-настоящему великая героическая эпоха, а на смену ей приходит какая-то мутная, отвратительная пена. Этой пеной захлестывает все, разъедает все, и разъедает в том числе мои представления о добре и зле, о справедливости и так далее. Я с этим, ну вот просто физиологически не мог и не могу смириться, потому что я воспитан по-другому. Для того, чтобы стать другим, мне нужно было бы отказаться от тех книг, на которых я рос, от тех вот убеждений, которые казались мне всегда правильными, от тех фильмов, которые я смотрел. Поскольку я измениться так не могу и не хочу, хотя я вижу, что люди некоторые могут и хотят. Вот, я принял решение, что я буду как-то этому сопротивляться. Тихонько, исподволь, там, насколько позволял эфир телеканала «Россия-1», где я был сначала журналистом обыкновенным, потом заграничным, потом ведущим вечерних новостей, ну или в рамках вот моей небольшой передачки. Я это буду делать. Я считаю это правильно. А что произошло в 91-м году? У всех ведь разные взгляды. У вас какой? Объяснить то, что произошло, можно было, можно по-разному. Мы потратили вчерашний вечер, пытаясь в очередной раз отыскать ключ к пониманию этой проблемы. То ли было это предательство, то ли неизбежное следствие развития социализма, что, дескать, вот эксперимент не мог закончиться по-другому. Разный есть взгляд на этот счет, но в любом случае и для моей страны, для нашей страны, и для мира в целом, что не менее важно, это была катастрофа. Это была катастрофа, которая лишила и страну, и мир альтернативного сценария развития. Внезапно оказалось, что единственная дорога, по которой мы теперь вынуждены ковылять, это дорога грабежа, эксплуатации, неравенства и, в конечном счете, войны. Вот это вот последнее слово, оно на самом деле перечеркивает все волшебные, сказочные достижения капитализма, которыми нас пытаются прельстить. Все айфоны, все гаджеты, все Илоны Маски, все блестящие голливудские улыбки перечеркиваются одним этим словом. И теория, которую я по мере сил стараюсь пропагандировать, она как раз и открывает людям глаза на ту неприглядную, тяжелую истину, что капитализм означает противоречие. Противоречие, которые сам он не может разрешить. И самое крупное, самое трагическое из этих противоречий оборачивается войной, неизбежной войной. Будь то война между крупными государствами или война внутри какого-то из этих государств, между различными группами людей. Поэтому, когда на одной чаше весов оказывается вот такое, а на другой Сирия, Ирак, Ливия, Югославия, Венесуэла сейчас, Украина и так далее, и так далее. И нужно понимать, что все это, оно не останется за пределами какого-то мирка, в котором мы схоронились, наша ипотечка, наша маленькая, хорошо обставленная кухня, наш комфортный и непроницаемый аквариум. Такого не будет. Стенки этого аквариума вовсе не так прочны, как нам хочется думать. И, кстати говоря, советскому народу пришлось это осознать, испытать на собственной шкуре в 1991 году, когда стенки лопнули, и все вот это хлынуло сюда. Поэтому вот для меня это, с одной стороны, жуткая катастрофа, которую, возможно, был шанс предотвратить или отсрочить. Но, с другой стороны, это следствие развития некоторых тенденций, некоторых факторов внутри социалистической системы, во взаимодействии социалистической и капиталистической системы, которые, наверное, можно было как-то спрогнозировать. Это не означает, что сам по себе социализм похоронен, дискредитировал себя раз и навсегда. Это означает, что на данном витке исторического развития результат такой. Но это также означает, что следующий виток развития неизбежен. И ошибки предыдущего этапа будут обязательно учтены на следующем. Вопрос в том, увидим ли мы эту пору счастливую, застанем ли мы ее с вами. То есть вы верите в будущее левых идей? Да, я не просто верю, я не сомневаюсь. Мне кажется, есть за этим некая научная теоретическая база. Кроме того, все последние годы и месяцы, в общем-то, не только мне одному или тем, кто со мной согласен, а всему миру доказывают, что эти идеи не устарели. Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах, посмотрите на крупнейшую забастовку в истории человечества, которая сотрясла Индию сейчас, посмотрите на 200 миллионов человек, принимали участие в этой забастовке, посмотрите на забастовки, охватившие Латинскую Америку, посмотрите на растущие противоречия между крупнейшими, как сказали бы еще позавчера, империалистическими государствами, которые тоже вот-вот могут обернуться большим родовоем. Все это человечество видело в начале 20 века. И точно так же в начале 20 века, несколько лет, больше десятилетия, человечество было опьянено идеей вот этой глобализации, строительства мира без границ, когда кабели телеграфа соединят старый и новый свет, когда Атлантику будут пороздить комфортабельные круизные лайнеры. И потом это закончилась катастрофой, я имею в виду даже не Титаника, а Первую мировую войну, доказавшую, что все-таки нет. Люди, еще в середине 19 века утверждавшие, что этот корабль обречен, они были правы. Я, кстати, до сих пор не понимаю, ведь объединение — это естественный путь, по которому должны все пройти. Ну, точно так же, как из родов, племен, там складывались какие-то первые общины, потом государства. Ну, в теории, последние границы должны исчезнуть. В общем-то, левая идея этого не отрицает. Она говорит, что это окончательное объединение невозможно на капиталистическом базисе, потому что капитализм — это синоним противоречия. Внутри себя он рождает такие противоречия. Противоречия, в первую очередь, между трудом и капиталом. Между теми, кто работает, и теми, кто владеет средствами производства, использующимися для работы и эксплуатации. То есть они на одной шкале, если у кого-то больше, у второго автоматом будет меньше. Ну, можно так сказать. Но главное, что возникает противоречие не только между трудящимися и эксплуататорами, но и между группами эксплуататоров. И эти противоречия неразрешимы. Они оборачиваются рано или поздно большой кровью. Внутри этой системы невозможно найти какие-то... Ну, вот мы видим, что капиталисты всего мира, вот они только что в январе собрались в Давосе. Они в очередной раз пытались там в каких-то кулуарных своих встречах за кофе и чаями пытались как-то нащупать способ выскочить из воронки всемирного экономического кризиса. Он продолжается с 2008 года, и мы видим все новые и новые отчеты, которые внушают только страх и депрессию. Они пытались найти, как с этим чего-то сделать. Волны миграции, захлёстывающие, распространяющиеся от тех зон, где идут боевые действия, захлёстывающие сейчас развитые, богатые, сытые, цивилизованные страны. Рост национализма. Посмотрите, лопнули все вот эти интеграционные схемы, которые внутри глобализации придумывались. Лопнула нафта. Лопнула Евросоюз. Мы в марте должны увидеть, как Англия выскочит из него. Правильно? Это тут же автоматом породило, и точнее, одновременно с этим автоматически возникли сепаратистские, напомнили о себе националистические движения практически в каждой стране. Посмотрите, в Бундестаг попала ультраконсервативная, ультранационалистическая партия альтернативной для Германии. Практически во все европейские парламенты пришли правые. На улицах Парижа вместе с социалистами, вместе с левой маршируют откровенные фашисты. Если Англия в марте выходит из Евросоюза и Brexit состоится, то там уже на готове, на низком старте находятся ирландские националисты, добивающиеся собственной независимости. В конце концов, над мирой раздается клич Дональда Трампа, сделаем Америку снова великой. Этому кличу вторят такие же маленькие Трампы в каждой стране, в каждом государстве, которому тоже хотелось бы стать снова великим. От Эрдогана до Румынии или Венгрии. Это везде, повсюду происходит. И это ровно то, что наблюдалось столетия назад. Ровно то, что уже было. Вот почему я говорю, что идеи эти не устарели и едва ли устареют быстро. А как вы думаете, чем нам это грозит? Нам это грозит тем же, чем это грозило Российская империя в свое время. Нам это грозит перспективой оказаться самым слабым звеном среди соревнующихся звеньев капиталистической системы. И мы действительно чрезвычайно слабы. И осознавая это, как журналист, поскольку я изучаю наше общество с самых разных ракурсов, смотрю на то, что происходит в образовании, смотрю на то, что происходит в здравоохранении, в обороне, в науке, предположим. Я понимаю, что мыслабы чрезвычайно. Что вот та сладкая патока, которая залит наши телевизионные экраны, она в действительности не в состоянии скрыть ужас деградации и разложения. А если мы с этим, нашим разложившимся нутром, втянемся в большую империалистическую драку, которая очень отчетливо пахнет в воздухе, то я думаю, что результаты для нас могут быть очень плачевными, несмотря на все унаследованные нами от Советского Союза виды вооружений. Константин, вы долгое время ведь жили, учились, работали в США. Неужели увиденное в меке демократии и капитализма не пошатнуло ваших вер в левые идеи? Вер во что? В левые идеи? Ну, во-первых, вы знаете, Соединенные Штаты это не такая одномерная и однозначная история, как может показаться снаружи. Но это не просто страна, населенная пиндосами, которые либо не знают о том, что Россия вообще существует, либо мечтают Россию уничтожить. В Соединенных Штатах есть огромное количество людей, которые недовольны сложившимся положением вещей, в первую очередь в самих Соединенных Штатах. Иначе откуда бы взялись сейчас многотысячные? Многотысячные, кстати говоря, вот если с кого-то и следовало бы брать пример, так это с них, с американских учителей. Многотысячные митинги американских учителей, вот сейчас они проходят. В Лос-Анджелесе, в Сиэтле, в Вашингтоне. И это не связано ни с какой международной проблематикой. Это отражает те самые противоречия, накопившиеся внутри американского общества. Их немало. Сейчас назревает большая забастовка работников автомобильной промышленности. Конечно, мы можем сказать, что то, от чего они бунтуют, там каждый из нас, дескать, этому позавидовал, но это далеко не так. Жизнь простого американского рабочего, это далеко не сахар. Как бы это ни представлялось отсюда, вот какими бы кисельными берега отсюда не выглядели, это вовсе не сахар. Я посмотрел на Америку с разных ракурсов. Я был в виднейших городах этой страны. В Детройте были? В Детройте я не был, а был в городе Кэмпден. Это покруче, чем Детройт. Это бывшая промышленная столица штата Нью-Джерси, где находилась штаб-квартира, если не ошибаюсь, Дженерал Электрик в какой-то момент. Сегодня это город бомжей, убийц, проституток, наркоманов. Это страшно. То есть там днем опасно по улице просто идти? Да, там даже из машины выйти опасно, не то что достать камеру. И таких городов немало на самом деле. И это оборотная сторона той модели, которую у нас по-прежнему пытаются рекламировать. С этой стороной никто не знаком. Вы говорите, я прожил долгое время в Штатах. Да, но даже в Нью-Йорке я жил, по крайней мере, последние несколько лет я жил на границе с Гарлемом. И в Гарлеме я ни один свой проект, в частности, когда учился в американском университете, ни один свой проект отснял. Я знаю, что такое оборотная сторона этой действительности. Я хорошо с ней соприкасался. Знаю, что такое бедность по-американски, нищета по-американски, по-американски, страдания по-американски, отсутствие медицинской помощи по-американски. Все это существует, и все это нам очень мало знакомо. Точнее, сейчас копируем многие модели, в чем угодно. Рынок автострахования мы пытаемся выстроить так, как американцы. Телевидение у нас копирует американцы. Мы все копируем оттуда. Так вот, мы копируем форму, а вместе с ней приходит и содержание. Вот содержание, вот эта нищета, вот эта деградация, это жуткое, страшное расслоение на тех, кто обречен умирать или кто заранее списан уже с рождения, списан со счетов и никогда ни к чему не придет и ничего не добьется. Расслоение на тех, кто имеет право. Тех, кто сразу же записан в элиту, в какую-то тонкую прослойку неприкасаемую. Неужели американцы такими кастами живут? Конечно, безусловно, безусловно. И если бы вот это просто снаружи кажется. То есть ты сын повара, будешь поваром. Сейчас, да. Вот та история с американской мечтой, которая привлекала в том числе волну за волной российских эмигрантов, что детский я приехал, у меня ничего не было, через 10 лет я сколотил капитал, я превратился во что-то. Эта история больше не работает. Нас об этом мало рассказывают, но она не работает. И это, кстати говоря, одна из причин того, что так возмущены, так раздражены сами американцы. Почему Трампа-то избрали? Трампа же избрала не какая-то просто консервативно настроенная, ностальгически настроенная часть американского общества. Это бунтующий, белый, находящийся на грани потери работы, трудящийся. Это, в первую очередь, имеет экономическую природу. И вот это расслоение, это отсутствие перспектив, это жизнь от зарплаты до зарплаты, да плюс на тебя еще давят обязательства кредитные. Не дай бог заболеешь. А что? Не дай бог заболеешь еще. А, заболеешь, это катастрофа, да. Мы этого не осознаем. И, кстати, европейцы это нечасто осознают, потому что в Европе еще действует довольно сильная система социального страхования. Вот даже в Германии, где тоже ситуация усугубляется, людям трудно понять, что это такое, вот когда у тебя нет страховки медицинской, и ты заболел, и тебе никто не придет на помощь, или тебе придут на помощь так, что потом твои двери вынесут коллекторы, когда ты не сможешь расплатиться за оказанную тебе помощь, когда тебе было трудно. Я, кстати, слышал, но не знаю, правда или нет, что многие блага для рабочего класса в современной Европе, они, в общем-то, появились благодаря Советскому Союзу. Люди боялись и понимали, что лучше дать сейчас вот хоть что-то. Совершенно верно. Именно так. И боялись и Парижской весны 68-го года, и боялись других социальных движений. Поэтому то, что предоставлялось западному пролетарию, давалось во многом авансом. Для того, чтобы, не дай бог, этот пролетарий не играл, не танцевал под сурдинку, под музыку Советского Союза. Чтобы не позволить этой красной чуме распространиться и захватить еще какую-то территорию в Западной Европе или в Соединенных Штатах. Вот эти уступки, они сейчас отматываются на... Что такое пенсионная реформа Макрона? То же самое. Его, кстати, там не любят, я слышал. Его не любят, конечно же. И да, между тем, что делает Макрон, и тем, что делают у нас, очень много общего. Те же самые процессы, тот же самый класс капиталистов начинает, поскольку кризис экономический продолжается, каждый начинает считать вершки и корешки, начинает скрести по сусекам. Естественно, кто будет за все платить? Самый бесправный, тот, у кого проще всего отобрать. И поэтому отбирают то, что было в годы Холодной войны вот так вот с барского плеча даровано. И рабочие это потихонечку начинают осознавать. Но нет уже Советского Союза, к которому можно было бы обратиться за помощью, который можно было бы считать своим, где-то далеко находящимся союзником. Нет никакого Советского Союза, все больше. И Ленина нет, и никаких коммунистов нет. Вот, пожалуйста, вот у тебя счет за медицинские услуги, а вот у тебя телефон коллекторов, которые будут тебя вытаскивать из дома. То есть все то, о чем нам врала советская пропаганда, международная панорама, оказывается правдой. Я своими глазами это видел. Это, конечно, на меня тоже не могло не подействовать. Я, безусловно, отдаю дань уважения многим достижениям американского капитализма. Находясь в Штатах, этого не видеть невозможно. Колоссальное инфраструктурное строительство, полет инженерной мысли. Это не видеть нельзя, отрицать нельзя. Этому можно, как, собственно, в советские годы, в годы сталинских пятилеток об этом говорили прямо. Когда Ильф и Петров ездили по одноэтажной Америке, они об этом писали прямо. Этим нельзя не восхищаться, этому нельзя не завидовать, у этого нельзя не учиться. Это действительно производит впечатление. Но у этой действительно есть и оборотная сторона. Эту оборотную сторону я очень хорошо видел, очень хорошо знаю. Так же, как, например, когда затопило Новый Орлеан в 2005 году, когда ураган Катрина пошелся по штату Луизиана. Я вот там оказался и тоже посмотрел на то, как выглядит изнанка американского общества, совершенно нам не знакомая. А это страшная изнанка. Это страшная изнанка общества, которая построена на живодерских законах, которая, как только ты сдираешь с него какой-то вот этот вот гламурный эпидермис, оно превращается реально в джунгли. Вот смотрите, у нас, когда существовал Советский Союз, у нас мир, условно говоря, был поделен на две половинки, да? Может, в этом была основная ошибка? Стоит внутри каждой страны создавать там полюсово, условно говоря, левых и правых идей, которые друг другу уравновешивают. Ведь левая идея, она тоже очень опасна. В умении окрепленном, не совсем образованном, это, условно говоря, индульгенция на то, что тебе, в принципе, по праву твоего существования положены определенные блага. Это не так. Я не согласен, что это нужно списывать на левую идею, и, дескать, левая идея провоцирует иждивенчество. В каждом конкретном случае возможны ошибки и отступления, которые будут провоцировать такие настроения. Для каждого права, для каждого консерватора, конечно, социализм, это всегда дармовая раздача благ, это всегда никто не работает и все едят. Даже не раздача, там, в принципе, то, что ты имеешь, ты получаешь. Квартира тебе положена. Даже в неправильном, несовершенном советском социализме, да, все-таки действовал принцип от каждого по способностям, каждому по труду. Вот это важное очень обстоятельство. И трудиться человек был обязан. И иждивенчество вот того, на которое сегодня ссылаются, его, на самом деле, было гораздо меньше, чем нам пытаются сегодня внушить. И гораздо меньше, чем сегодня есть, когда сегодня молодые, вот мы вчера вспоминали об этой ситуации, молодые работники приходят устраиваться и куда-нибудь, да, и сразу же требуют себе громадный оклад, ничего не умея делать и ничего не желая делать. Это гораздо ближе к иждивенческой модели, и эта иждивенческая модель порождена не социализмом. То, что вы говорите, что в каждом обществе должно быть разделение на правых и левых, чтобы себя уравновешивать, это так не получается, к сожалению. Потому что не бывает того, чтобы какая-то из этих половинок не взяла вверх. Ну, временно. Не временно, не постоянно. Вот эта двухпартийная система, которая в Соединенных Штатах создана, и нам пытаются тоже ее разрекламировать, давайте тут у нас такое же. Это ширма. В действительности там правит балл вот та самая правая половинка, эксплуататорская половинка, а все остальные могут там, конечно, митинговать, маршировать, высказывать свою точку зрения, только ее никто не услышит. То есть, можешь каким угодно быть, Левым, Берни Сандерсом, Джереми Корби, но только по барабану. Ты ничего не решаешь и ничего не будешь решать. А взгляды ты можешь иметь какие угодно. Ну, банки, средства производства, предприятия будут принадлежать вот этим людям, и они никогда тебе ничего не отдадут. И поэтому система будет работать в интересах меньшинства за счет большинства. А называться это будет как угодно. И, возможно, другая ситуация, и единственное, возможно, другая ситуация, когда уравнение выглядит ровно противоположным образом. Когда большинство навязывает свою волю меньшинству. Когда устанавливается вот та самая пресловутая диктатура пролетариата. Когда средства производства находятся во власти трудящегося большинства, а вот те, кому они принадлежали раньше, вынуждены с этим считаться или эмигрировать. Но равновесия между двумя этими системами, да, его не бывает. Борьба между ними неизбежна. Она и называется классовой борьбой по этому. Но в этой борьбе обязательно должен будет оказаться какой-то один победитель. Гармонии между ними не бывает. И не будет. И не может быть. Константин, помимо того, что вы журналист, ведущий, вы еще и автор YouTube-проекта. Расскажите, пожалуйста, вы это делаете для души или это тоже часть журналистики, которую просто нельзя втиснуть в формат ваших передач на «Россия-24»? Я все делаю для души, даже то, что я делаю на «Россия-24», я делаю для души, за что спасибо «Россия-24». Пока вот на горло душе наступают не очень сильно, и значит, я могу по-прежнему говорить то, что думаю. Но вот в 20 лет журналистики неужели не остачертело еще ездить, слушать, спрашивать? У меня был момент усталости от журналистики где-то лет после 10 очень интенсивной работы в командировках. Когда можно за неделю, предположим, прошу прощения, за месяц четыре раза слетать в Красноярск. Бывали такие моменты, когда я в самолет заходил как в трамвай, как в автобус. У меня уже не было чувства дома, я вот жил между посадками и взлетами. С тех пор, конечно, многое изменилось, я уже далеко не так резв, как раньше, и летаю гораздо реже, и путешествую реже. Но нет, самое ценное качество журналиста, по-моему, это способность удивляться, способность сохранять интерес к миру, к жизни вообще в целом. Ну вот тот самый интерес, который описывается Джеком Лондоном. Мне кажется, что я этот интерес не утратил, и я рад, что пока этого не произошло. Но, наверное, главная заслуга здесь не моя, а самого мира, который остается по-прежнему интересным. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Сегодня у нас в гостях был журналист, автор YouTube проекта, блогер и музыкант Константин Семен. Константин, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в ваших проектах. Надеюсь, вы не выгорите никогда. Спасибо, Константин. Продолжение следует...